Добрый день дорогие друзья, уважаемые поклонники футбола. Мы рады вас приветствовать на поле Академии Спартака имени Федора Федоровича Черенкова. Перст России по футболу. Юношеская футбольная лига нашего внимания. 19 тур и противостояние между командами Родина и Локомотив. Столичное дерби в рамках UFL3. Выразили поддержку своему опорному полузащитнику, который является лучшим ассистентом команды. Но в этом матче не поможет. Матч, который стартовал. Стартовал Никита Гришин, который здорово начинал нынешний сезон еще до старта UFL. Напомню, что команда проходила подготовку. Еще сревнуясь на... Следует навес в штрафной площади. Метка 11-метровая. Последовал мяч и оттуда головой. В этой ситуации, где она должна находиться. Ну а сейчас мы смотрим за ударом Крапирчука. И тот... Иван Яшин разыгрывает мяч. Дальний заброс. Это Иван Яшин. Здесь Белоконь пробивает и забивает. Нет офсайда. 1-0. Яромир Белоконь. Мы говорили о том, что в дерби он крайне хорош. Гол против ЦСКА. Гол против Динамо. И теперь гол против Локомотива. Родина выходит вперед. 1-0. Яромир Белоконь открывает счет в этой игре. Сейчас Авдеев сыграл здорово. Заброс на Тарасова. Мяч под левой ногой. Бьет тот в дальний угол. Штанга. Опасные моменты. Сейчас, как завороженный смотрел в этом эпизоде Орешков. Затем, как мяч отправляется в дальний угол. Настолько все здорово сделал Тарасова. Подловил голкипер. А вот и первый тайм подошел к своему завершению. По итогам первых 40 минут игры. Родина впереди. 1-0. Яромир Белоконь отличился. Занимать позицию близко к нападению. Немного получалось в атаке. При том, что начало поединка в основном проходило в атаках Локомотива. Но вот этот забитый гол Родины со стандартного положения. Полевые футболисты. 20-й Виктор Барсигян. 8-й Михаил Заина. Теперь капитан команды, еще имеющий желтую карточку. Какой момент имел Капран для того, чтобы сделать счет? 2-0. Искал свои моменты Кирилл в первом тайме. Следует навес. Центр. Удар. Орешков. Вот это сейв. Вот это Марк. Вот это потащил. Под опасный штрафной. Следует навес на дальний штанг. Где затаился Маркен. Бьет теперь уже в дальний угол. Хороший заброс. И вновь. Вновь. Здесь продолжает борьбу вести. Таранит танком. Просто идет Михеев. Удар. И 1-1. 1-1. Гол, который сделал, по сути дела, Даниил Михеев. И замена в этом плане сработала. При том, что в этот момент готовилась другая замена. Но забитым мячом отметился Виктор Барсигян. Таким образом продолжает он свою результативную серию. Дубль в матче против мастер Сатурна. И в этой игре он сравнивает счет для своей команды. Продавил здесь. Оставшиеся минуты для Родины. Собственно говоря, это и происходит. Щепкин делает передачу на Капрана. Выход 1-1. Кирилл, а какой момент? И не забивает Капран. Невероятно. Просто невероятно. Можно было все решить. Самый последний момент. Сколько таких моментов Капран реализовывал. Между Аргентиной и Францией. Но тогда Аргентина выиграла в итоге чемпионат мира. В данном случае Захар Цуканов спас для Локомотива ничью. Галкиперы хороши. В этом плане, наверное, выделяя лучшего игрока матча, я отмечу...